Благословен Ты, Господь и Бог, наш Царь Вселенной, избравший нас из среды народов и даровавший нам свою Тору. Благословен Ты, Иешуа Машех, Царь Израиля, который стал живой Торой, пришел на эту землю для того, чтобы исполнить закон и вложить этот закон в наши сердца. Мы благодарим Тебя за это, безмерно, святый Израиль. Бешемишо Машехейну. Амин. Аллилуйя. Слава Господу, друзья. Такой прекрасный день, хоть и немножко душноватый, но прекрасный. И прекрасная глава, недельная глава, которую мы изучаем с вами на этой неделе. Глава называется Ваэт Ханан. Это книга Дворим с 3 главы, с 23 стиха по 7 главу, 11 стих. Содержание я вам рассказывать не буду, и я думаю, что вы сможете прочитать самостоятельно, о чем повествует данная глава. Единственное скажу, что в этой главе два раза идет в двух местах напоминание о необходимости исполнения заповеди Торы. И это нас наталкивает на определенные размышления. И, по сути, я вам скажу так, что это и есть основная идея данной главы. И что происходит? Маше очередной раз он увещевает свой народ хранить и исполнять постановление закона Божьего. И для чего он это говорит? Чтобы народ благополучно пребывал на земле, в которой Бог собирался его вести. И другими словами, можно сказать так, хочешь жить хорошо, исполняй законы Торы. Все очень просто. И в свете этого я хочу немножко с вами поговорить о концепции самого закона, закона Торы, который был дан израильскому народу. И сделать это немножко коснуться также благодати такого понятия. Потому что, к сожалению, в наше время есть категория верующих людей, я думаю, что, конечно, не мессианских. Мы все-таки в этом учимся. Ну, я шучу, конечно, это шутка. Я думаю, что все зависит не от динаминации, а от познания и изучения Торы. Но есть такая тенденция, что люди думают, что мы живем во время благодати, которая началась с прихода Мешуа Мессии. До этого было время закона, как бы. И это немножко такое неправильное понимание. Поэтому Бог положил мне на сердце как раз коснуться вопроса закона и благодати. И если мы посмотрим, начнем просматривать все Писание изначально, то мы увидим, что понятие благодати, оно начинается, по сути, с первых страниц Писания. Потому что вы помните историю Адама и Евы. Что Бог сделал? Бог, они достойны были наказания, они достойны были смерти. Но Бог, Он явил к ним свою милость. И это было, я скажу, действие благодати. Он пообещал им Машеха, потому что им был обещан Спаситель. Мы с вами также видим историю Ноя, о котором написано непосредственно, что он обрел благодать у Господа. Об этом напишет Священное Писание. И он спас его семью. В следующий период формирования человечества, мы видим историю, когда началось строительство Вавилонской башни, что было прямое противление против Бога, желание возвысить себя до уровня Бога. Опять же, человечество было достойно наказания, но Бог сохранил человечество. Что это было? Это было не что иное, как действие Божьей благодати. Они не заслуживали это. Но в это время, в скором будущем, ну, не совсем в скором, но очень скоро Бог явил Авраама. Он взял Авраама из урохалдейского язычника и вошел с ним в отношения, чтобы через него произвести великий народ. Народ, который, к сожалению, мы знаем, впоследствии не всегда исполнял постановление Торы, не всегда был послушный. И то, что Бог вернул его из плена, это опять, это действие благодати. И если мы посмотрим, то благодать, она начинается от первых страниц Торы и видно ее до конца. Я скажу, что это очень важно понимать, потому что почему-то вот неправильное понимание благодати. Тут касаемо вопрос спасения, но мы об этом поговорим немножко позже. Теперь хочу сказать пару слов о законе. И мы уже с вами на данный период времени изучили четыре книги Торы. Четыре книги Торы мы должны понимать и знать, что по сути закон Маше, он в нем можно выделить такие три основных аспекта закона, самого закона, который Бог дал через Маше. И мы читали книгу Леви, где описывался ритуальный аспект закона. Мы также понимаем, что закон имеет судебные и нравственные аспекты. Я выделил такие основные три момента, и немножко о них хочу сказать. Ритуальный аспект что включает? Опять-таки мы с вами все это хорошо знаем, что он включает различную форму жертвы и обряды, которые должны были исполняться народом Израилем. Но по сути эти жертвы, смысл, который был заложен в эти жертвы, он указывал на будущего мессию, мессию Израиля. И в Новом Завете мы также видим, что указывается на исполнение этих жертв, того смысла, который был в этих жертвах, исполнение в Ешуа Мессии. Мы видим судебный аспект, который еще называют гражданским, и он касается непосредственно израильского народа. Он связан непосредственно с землей Эрес Израиль, эти законы, и предназначались они для управления Божьим народом непосредственно в земле, в которую Бог этот народ ввел. И нравственный аспект. Нравственный аспект, который отображал именно моральную природу и совершенство самого Творца. И исполнение этих законов всех, оно должно было отличать народ Израиля от других народов. И для этого Бог и отделил для себя этот народ. И это законы, которые показывали вот эту вот божественную природу, неизменную божественную природу Бога. И теперь несколько слов о том, по какой причине дан был закон вообще. Брит Хадаша раскрывает этот вопрос, так как Брит Хадаша это завет, Новый Завет, который был после Синайского Завета. И он как раз и раскрывает эти моменты. Мы можем читать послание к Галатам, где апостол Павел как раз прекрасно об этом говорит. И мы видим, что закон, он был дан, во-первых, как написано в Галатах, я уже сказал, закон был дан, чтобы люди поняли разницу между благочестивым и нечестивым, между плохим и хорошим, между правильным и неправильным. Вот написано в третьей главе, для чего же закон? Он дан после, по причине преступлений, до времени пришествия семени. Он был своего рода тормозом в расстрении грехом и безнравственной жизнью. Во-вторых, закон был дан в качестве устава жизни Божьему народу, который находился непосредственно в завете с Богом. И не просто к жизни, а к святой жизни. И если мы вспомним с вами, внимательно будет читать Тору, то получается, Бог, призывая израильский народ, Он предложил, народ откликнулся и сказал, что все, что сказал Господь, исполним. А уже после этого согласия Бог дал непосредственно сам закон. И в-третьих, закон был дан как дедоводитель. Мы с вами опять-таки читаем в Новом Завете, что он был дедоводителем к Мессии Израиля, который пришел именно для того, чтобы данный закон исполнить. А исполнив, умереть на Голгофском кресте, став той совершенной жертвой, принятие которой верой дает нам возможность иметь оправдание и спасение. И это открывает, вот это понимание, оно открывает, что сам закон, изначально он не был предусмотрен для спасения человеческой души. Закон, он был, я бы сказал, что закон, скорее он был предусмотрен для спасения израильского народа как нации. И об этом надо нам понимать, потому что, опять же, в Галатам написано, в 3 главе 11 стихе, а что законом никто не оправдается перед Богом. Это ясно, потому что праведный верою жив будет. И из этого мы можем сделать, что это не есть, не было изначально планом Божьего спасения, того спасения, о котором мы с вами сейчас понимаем. Но действие о законах в Рамских Синайского Завета, выраженное в трех аспектах, о которых мы сказали, было до прихода семени. После событий на Голговском кресте началась эра новых взаимоотношений человека с Богом, взаимоотношений, основанных на искупительной жертве Шуа Мессии. И нам, как верующим, важно понимать, что такие понятия, как благодать и закон, они являются постоянными и составными частями в истории спасения, которые начались на страницах книги «Бытие» и заканчиваются на страницах книги «Откровений». И несмотря на то, что Прешний Завет, он упразднен, и упразднен ритуальный аспект закона, несмотря на то, что нас с вами, в данный момент, людей, находящихся на Украине, скажем так, судебная часть, которая предусматривалась непосредственно для израильского народа, находящегося в земле, обетованной, она не касается, но нравственные законы Бога, они остаются вечными и остаются неизменными. И как написано в книге пророка Иеремии, что, вступив в новый замет, что-то произошла, какая-то перетрансформация, как раз в сфере закона. Написано, Иеремия 31 глава, «Но вот Завет, который я заключу с Домом Израилем, после тех дней, говорит Господь, вложу законы мои во внутренность их и на сердца их напишу его и буду им Богом, а они будут моим народом». И теперь, друзья, когда мы понимаем эти вещи, то Тора нам будет, я думаю, открываться в другом свете. И такая глава, ну, как сегодняшняя, которая на первый взгляд, кажется, она так много говорится о исполнении закона, она нам будет открываться в другом ракурсе. Потому что те постановления, те уставы, которые Бог говорил исполнять своему народу, некоторая часть, некоторые принципы, они актуальны для нас. И когда мы будем читать Тора, она будет ближе для нас. Это очень важный момент. Но все-таки надо немножко сказать о нашей недельной главе, это было вступление. Как говорят некоторые проповедники, я еще не проповедовал. Вот теперь начинаю. книга Дворим, откроем четвертую главу, и с первого по восьмой стих мы можем читать, что у Маше просто, ну, назвать можно это криком души. Криком души Маше. Наша глава началась с того, что Бог ему сказал, что ты не войдешь в землю, но обетованную, но он просто продолжает взывать к народу, увещевать народ, понимая, что он туда не войдет, и он начинает взывать, чтобы они исполняли, хранили, исполняли постановление Торы. И прочитаем вот в первом стихе. Итак, слушай, Израиль, слушай постановление по велению и законам, которым я научаю вас исполнять. Пятый стих. Вот я научил вас постановлением и законам, как повелел мне Господь. Шестой стих. Вот с шестого мы по восьмой прочитаем. Итак, храните и исполняйте их, ибо в этом мудрость ваша и разум ваш пред глазами народов, которые, услышав о всех стих постановлениях, скажут, только этот великий народ есть народ мудрый и разумный, ибо есть ли какой великий народ, которому Боги его были бы столь близки, как близок нам Господь, Бог наш, когда не призовем Его? И есть ли какой великий народ, у которого были бы такие справедливые, и постановления, законы, как весь закон сей, который я предлагаю вам сегодня? Прекрасные слова. И вы знаете, я скажу вам, что в Новом Завете есть великое поручение Ишуа Мессии, так вот это, но это моя интерпретация, это великое поручение Машей. И прочитав эти стихи, мы видим, что исполнение закона, помимо того, что гарантированного непосредственно благо для самого Израиля, было средством своего рода, как сейчас называют, пассивной формы благовестия, формы рассказа о Боге Авраама, Ицхака и Якова. И народ Израиля, он для того и был сотворен, чтобы через исполнение законы Торы возвестить человеку о Боге, непосредственно о Боге неба и земли, о Боге, который сотворил все, который есть царь всего. И у этой формы благовестия, вот в этих двух стихах мы видим, что у этой формы благовестия было две цели. Две определенные цели, которые Маше влаживал, Бог через Маше влаживал в эти стихи. И первая цель, это показать близость взаимоотношения Бога с Израилем. Это мы читаем в седьмом стихе, и в восьмом стихе мы читаем то, что Бог хотел, чтобы была явлена вот как раз нравственная природа Бога, отражающая Его, которая отражалась им в законах, которые были даны израильскому народу. И я скажу, друзья, так, что для нас, верующих в Ишуа, есть тоже поручение, великое поручение, которое говорит, чтобы мы делали какие-то активные действия, чтобы мы шли и что-то делали. Но я скажу, что помимо этого, вот эта вот часть, она также имеет место. Действительно, я скажу, что мы с вами делаем то, что говорит Ишуа, мы делаем. Сейчас происходит евангелизация, мы идем по домам, мы идем на улицы, мы активно проповедуем, но есть нечто, что мы должны делать еще, вот это как раз то, что говорил, о чем говорил Маше. И наши жизни должны людям также явить две вещи. Две вещи, которые написаны на страницах Торы. Не явить наше знание Писания или способность молиться, мы должны своим, своей жизнью, своими сестом явить нашу близость к Богу, нашу любовь к Богу, любовь к людям, наше отношение с Богом, которое мы получили благодаря жертве Ишуа Машеха на Голговском кресте. И показать народу нашу близость и наше упование на Бога, то есть показать нашу веру. Это важная часть. Вторая часть это то, что наша обязанность пред Богом явить Его святость. А Его святость как мы являем? Мы являем через постоянный процесс нашего с вами освящения, который в оконцовке процесса нашего освящения он-то как раз и должен выразиться в исполнении Его постановлений и Его воли. То, что мы освящаемся, то, что мы духовно возрастаем, опять-таки не говорит о том, что как мы молимся, как мы знаем много, а в то, как мы живем. Исполняем мы Божьи уставы или не исполняем? Исполняем мы Его постановления или не исполняем? Бог призвал на святости. Вы помните? Будьте святы, ибо я свят. И отличительной чертой верующих должна быть как раз мудрость, не человеческая мудрость, но мудрость, снисходящая свыше и разумное наше служение. А это достигается, друзья, жизнью в исполнении, в хранении Божьих заповедей. Я скажу также, что иногда становится обидно, друзья, когда мы вот живем, там, общаемся с людьми, иногда становится обидно, вот лично мне становится обидно, когда о верующих отзываются, ну, как-то нехорошо в том плане, там, а он странный какой-то, а он там ведет себя не совсем красиво. Лично мне это неприятно. Я понимаю, что мир, он будет хулить, насигнать, но бывает действительно иногда, что христиане ведут себя не мудро. И Рав Шауль, когда говорил в первом послании к Оримфинам, будьте безумны, ну, говорил, мы безумны Христа ради, он не говорил о глупости. Он, если посмотреть контекст, он говорил как раз о готовности пострадать, о готовности быть гонимым, готовности даже умереть ради Христа, чего он мир понять не может. В этом безумство, но не безумство в глупости какой-то, в немудрости, в неправильных действиях. Поэтому я хочу сказать, друзья, что мы всегда должны помнить, что мы с вами призваны быть активными участниками в исполнении Божьего плана спасения. Активными, я еще раз подчеркну это, и Бог дал нам Духа Святого, если вы вспомните, читая Деяния апостолов, то Дух Святой он был дал как сила для проповеди Евангелия, и мы проповедуем ее, мы имеем эту силу, мы проповедуем, проповедуем двумя способами. Первое, друзья, это пассивное благовестие, что это значит? Значит, жить святой жизнью, которая будет примером для других людей. Совершается эта форма благовестия через явление Божьей мудрости и разума, которое как раз состоит в исполнении Божьих заповедей, Божьих постановлений, которые будут отображать нравственную, неизменную природу Бога. И вторая форма благовестия, это будем идти и смело проповедовать Евангелие, участвуя вместе, друзья, все вместе, всей общиной, во всех тех мероприятиях, которые как раз направлены на достижение. Во-первых, Иудея, как написано, потом Эллина. И пусть Бог каждому из нас, моя молитва Богу, чтобы Бог дал каждому из нас действительно мудрость, действительно разумение, действительно жажду по слову, действительно желание исполнять то, что мы умеем, для того, чтобы мы явили святость Бога и исполнили то предназначение, которому Бог нас определил. А Бог нас определил распространять Его Царствие. Пусть Господь нам в этом поможет. Варуха Шем. Варуха Шем. Продолжение следует...